Этой стройке в селе Чемодановка Бессоновского района ждали с 2016 года. Населённый пункт, расположенный неподалёку от областного центра, постоянно расширяется. Приезжают новые жители. Имеющееся учебное заведение просто не вмещает всех учащихся. Здание действующей школы, оно было введено в эксплуатацию в 1979 году. Рассчитано на 23 класса комплекта, наполняемостью 545 учащихся. В 2022 году в нашем образовательном учреждении обучается 826 обучающихся в 35 классах комплекта. Поэтому, соответственно, обучаются дети в две смены. И, учитывая данные мониторинга, в ближайшие годы мы не смогли бы организовать процесс даже в две смены. Некоторые дети, с сожалению, говорит директор школы, покидают её учиться, отправляются в соседние сёла. Те же, кто остаётся, испытывают трудности. Это видят и педагоги, и, конечно, родители. У нас учебные занятия второй смены заканчиваются в 18.45. Родительские собрания у нас проходят в 19.00. Ну, мы-то так народ взрослый, сознательный, мы как-то переживём. А вот дети в 7 часов вечера, у них классные часы, ещё какие-либо мероприятия. Да просто вот разговор с классным руководителем, там, по душам, решение каких-то вопросов. А у педагогов к этому времени уже сил не остаётся, так как многие работают в две смены. То есть с 8.30 до 18.45. Об этом педагоги и родители рассказали Олегу Мельниченко в августе прошлого года, когда глава региона приезжал в Бессоновский район с рабочим визитом. Решение не заставило себя долго ждать. У нас, к сожалению, очень сильно выросли цены на металл, на лес, на строительные материалы. Это привело к удорожанию стоимости строительных работ. Соответственно, муниципальное образование явно уже не вытягивает этот объект с точки зрения возможности обеспечить необходимые темпы строительства. Поэтому принято решение, что этот объект мы забираем на областной уровень. И вот работа уже в полном разгаре. Сдать школу в Чемодановке по плану должны были к концу 2022 года. Но, как уверяют строители, они завершат её возведение. К первому сентября. На стройке работает 40 человек. Стройматериалы поставляются в срок. По графику стройка идёт на опережение. Нуждаемся в этой школе очень. Давно ждём её. Давно ждём. Хорошо, что отреагировал губернатор на всё это. Принято всё-таки решение постройки этой школы. Надеемся, что... Не надеемся, а уже уверены, что школа в скором будущем уже будет работать. Уже ученики будут учиться. Вторая смена будет исключена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...